Всем большой и пламенный привет! Давайте поговорим о таком модном направлении, как омоложение. За счет чего оно возможно, а может быть и невозможно? Какие компоненты работают, а какие пустышка? И абсолютная выкачка денег. Рассмотрим два пути действия. Первый – визуально быстрый. Второй – поэтапный. Вы не задумывались о том, почему нами так легко и, в общем-то, выгодно манипулировать? Когда речь идет об омоложении. А если посмотреть со стороны, то на самом деле мы сами стыдим тех, у кого появились первые морщинки. А те в страхе старости и возможности выпасть из обоим и востребованности, суетятся и пытаются найти выход. И как мы знаем, человек напуганный, в панике, он легко поддается манипуляции. У него просто отключается критическое мышление. А соответственно, он начинает верить в то, что противоречит законам природы. И в этом случае самый простой способ – это подсесть на косметику с эффектом отмены. Где есть в составе силиконы и подобные им компоненты, которые заполняют область морщин. Но что самое страшное и имеющее невозвратные последствия – это то, что такая косметика, в составе которых имеются силиконы и подобные им, создают на поверхности кожи камуфлирующую пленку. Кожа при этом становится такая холеная, отшлифованная. Хотя до этого, 5 минут назад, она была как наждачка. Ведь здорово так закамуфлировать кожу, что она лоснится здоровьем. А если заглянуть чуть глубже и разобраться, под этой пленкой создается паровая баня. Это автоматически приводит к тому, что из глубоких слоев эпидермиса вытягивается живительная влага. Происходит глубокое обезвоживание и этот процесс необратим. Так как он происходит уже не на поверхностном роговом слое, а в более глубинных случаях. Потому что кожа пытается защититься и она использует все свои возможные резервы, чтобы восполнить и наполнить реально обезвоженный роговой слой, который закамуфлирован. Кожа кричит, пожалуйста, дай мне влаги. Но там нет влаги. Там только слой, который создает визуально здоровую кожу. И что мы имеем по факту? Вечером смываю эту замечательную косметику. Кстати, не каждое средство для умывания способно расщеплять силиконы. Но допустим, это все накапливается, накапливается, кожа не дышит. Ваша кожа постареет намного быстрее. Или вам потребуется колоть какие-то определенные косметические смеси, чтобы восполнить эту дермально-влаговую потерю, в общем, транс-эпидермиальную потерю влаги. А такая потеря влаги происходит в момент, когда ваш липидный слой имеет бреши, он нарушен. А все эти компоненты, которые мы перечислили ранее, я еще их проговорю дальше, они просто-напросто разрушают этот эпидермиальный, защитный, липидный слой кожи, через который влага, как решето, просто через решето влага испаряется. И ну вот если только действительно так камуфлировать. Но камуфлировать это не выход, нужно реально восстанавливать. Чтобы вы наглядно видели, как визуально выглядят эти слова, эти компоненты трехступенчатые или многослойные, многосложные слова, которых стоит избегать в составе косметики, я напишу их в описании под видео. Для вашего визуального восприятия, чтобы вы их запомнили, ну хотя бы примерно, и у вас что-то вдруг отложилось в голове, когда вы будете считать очередной состав средства и думать, а стоит ли мне его приобрести. Чуть дальше мы коснемся с вами компонентов, которые восстанавливают липидный слой. Но перед этим давайте разберемся, почему так нам важна эта защитная гидролипидная пленка на поверхности кожи. В роговом слое это поверхность кожи. Пространство между роговыми чешуйками заполняется смесью липидов, которые как кирпичики и цемент обеспечивают целостность кожного барьера, как стена, которая является защитой от внешней среды, патогенной микрофлоры, аллергенов. При нарушении или разрушении этой защиты на коже появляются бреши, через которые влага чрезмерно начинает испаряться. Таким образом регулярно, систематически, постоянно сохнет кожа. Пытаясь защититься в момент ослабления, включаются защитные функции. Когда разрушение излишне сильное, в гипермере вырабатываются корниоциты, заполняющие бреши. А если процесс идет в гипермере, то в этой же гипермере образовываются шелушения на коже. При нарушении или разрушении защитного слоя кожа находится беззащитной, на ней легко размножается патогенная микрофлора. А на это вторжение идет реакция макрофагами и начинается борьба, в результате которой появляются на коже, если макрофаги не справляются. Появляются воспаления, бороться им сложно, ведь местный иммунитет отсутствует. Липидный слой весь в дырах. Иммунитет не защищает, не успевает восстанавливаться защитный липидный слой, так как чрезмерно происходит испарение влаги. Клетки эпидермиса просто не успевают восстанавливаться, а липиды рогового слоя образуются именно в клетках эпидермиса. Зная этот механизм, вы понимаете, насколько принципиально важно сохранить и поддерживать, либо восстанавливать эпидермиальный слой, нормальную работу эпидермиальных липидов. И если вы будете камуфлировать разрушенную брешь, каким последствиям это в результате приведет и будет вам дороже. Итак, мы с вами выяснили, что кожа со здоровым липидным защитным слоем выглядит автоматически моложе, она выглядит ровнее, в ней нет сухих обезвоженных частичек, а соответственно таких микрозаломов. Если вы видите на своей коже шелушащиеся участки, неважно в какой области части лица, соответственно у вас уже идет и запущен процесс трансэпидермиальной потери влаги. Нужно срочно восстанавливать липидный слой. Плюс к тому, когда есть гиперкератоз, кожа лица выглядит не свежая, она какая-то серая, замученная. И уж что говорить об эластичности. Все как будто бы бороздками какими-то покрыто, даже если вы не улыбаетесь. А еще мы часто путаем мимические морщины с морщинками, которые вызваны обезвоживанием. Вот именно эти морщинки, их можно абсолютно легко восстановить. Итак, записывайте, какие должны быть компоненты в составе ваших уходовых средств для восстановления эпидермиального защитного слоя. Полиненасыщенные жирные кислоты, они находятся во всех нерафинированных растительных маслах. Это омега-6, омега-9. В идеале не только наносить их на лицо, но и употреблять внутрь с пищей. Лучше с пищей, не через БАДы. С пищей они усваиваются лучше, так как организму понятны и естественны все связки, в которых они находятся. Основная из них это олеиновая кислота. Она работает на усиление выработки собственных липидов кожи. К этим же свойствам относятся церамиды, глицин, пролин, аминокислоты, также содержащиеся в нерафинированных растительных маслах, максимальная концентрация которых находится в масле льна, шиповника, авокадо, масле кокоса, масле зародышей пшеницы и конопляном масле. Эти компоненты дают пролонгированный эффект. Они помогают восстанавливать липидный защитный слой кожи. А это, как мы уже поняли, основа основ здоровой кожи. И молодой кожи тоже. А все силиконы, вазелиновые компоненты, производные от них, плюс парафин, они создают воздухонепроницаемую пленку на коже. Плюс, как мы уже поняли, визуальный гладкий эффект, благодаря которому только усиливается трансэпидремиальная потеря влаги. Происходит обезвоживание, иссушивание, шелушение и невозврат потерянной влаги в глубоких слоях кожи. Роговой слой легко восстановить. Буквально за две недели, я думаю. Хочу напомнить вам о том, что моя задача здесь вас не напугать, а проинформировать. Чтобы вы могли иметь выбор действий и понимать вообще, какие варианты есть. Понимать механизмы и, соответственно, возможность сделать осознанный выбор. Если вы готовы получить только визуальное решение и вы делаете этот выбор осознанно, отлично, главное, чтобы выбор сделан был сознательно. Пришло время поговорить о втором подходе. Он более длительный, я распишу полный, подробный план действий. При этом эффект будет пролонгированный, но потребуются ваши усилия, действия, дисциплина в регулярности ваших действий. Этот подход абсолютно натуральный, он естественный и работает на ваше будущее. При этом важно помнить, что он будет давать результаты соразмерно вашему возрасту, но с более ухоженным видом кожи, минимальной отечностью, хорошим ровным тоном кожи и эластичностью, при этом гладким рельефом поверхности кожи. Этот этап состоит из нескольких шагов. Первый шаг – это очищение кожи от ороговевших частичек. Они же омертвевшие, отработавшие свое дело частички. И это самый первый и самый важный этап. Так как если этот омертвевший слой кожи не отшелушился, не слетел с поверхности рогового слоя, то они на поверхности рогового слоя начинают накапливаться и слоиться. И что мы получаем? Сухой слой как барьер, через который легко выходит влага, так как это пористая структура. Но сложно проницает, так как чешуйки на поверхности-то склеены. И соответственно влага сверху не проникает. Много потери, мало приобретения. Обмен нарушен. И сколько сверху не увлажняет, все это так и останется между вот этими роговыми сцепленными чешуйками. То они как раз таки больше будут склеиваться. Еще больше будет этот панцирь просто непробиваемый. А сработает отшелушивание. И максимально эффективно здесь сработают энзимы. Причем они это сделают мягко и без травматизации кожи. Они умеют идеально расщеплять весь этот забор, слой и панцирь, как я уже сказала. Но вы меня спросите, что делать, если сейчас весна или жаркое лето и энзимами пользоваться нельзя? Используем ахокислоты. Ими можно пользоваться в течение всего года, в том числе летом и прекрасной весной. Они прекрасно омертвевшие клетки растворяют, убирают, мягко, не травмируя. И все это быстро и эффективно с первого применения легко удаляется с поверхности кожи. Я вас очень прошу, не используйте абразивные пилинги. Мало того, что они травмируют кожу, но при этом они дают краткосрочный эффект. Так как механически не всегда получается эффективно убрать роговевшие чешуйки, которые еще к тому же и склеились на поверхности кожи. Это как железной губкой оттирать пригоревшую какую-то пищу со сковороды. Вы же не полностью ее счищаете, понимаете, что остаются какие-то бреши. Соответственно, и царапается поверхность, а это дополнительная нагрузка на липидный слой. А энзимы и фруктовые кислоты прекрасно с этой задачей справляются подчистую. К альфа-гидрокислотам относятся молочная кислота, яблочная, лимонная, винная. Нас будет интересовать самый доступный вариант. Рабочий агент 6% натурального брожения яблочный уксус. Мы можем сделать тоник на его основе. На 200 мл очищенной питьевой воды либо гидролатом, подходящего для вашего типа кожи, либо решение определенных дерматологических задач, нам потребуется 1 чайная ложка яблочного уксуса 6%. Встряхиваем, и тоник готов. Простейший, но рабочий. Альфа-гидрокислоты, которые перечислила ранее, подходят для любого типа кожи и возраста. Такое мягкое, ежедневное, вечернее очищение кожи помогает поддерживать кожу в чистом состоянии, для того, чтобы лучше проникала и усваивалась уходовая косметика. При этом автоматически выравнивается тон кожи, очищаются, поддерживаются чистыми и сужаются поры. Поддерживается состояние ухоженной, очищенной кожи за счет того, что устраняются любые препятствия для проникновения уходовых средств, для проникновения уходовых компонентов. Если вы решите использовать тоник днем, то обязательно после его применения используйте солнцезащитное средство. А если у вас жирное, с расширенными порами, с воспалениями, с комедонами, с проблемами кожи, обратите внимание на кератолитик, азелаиновую кислоту. Разбавляйте его с чистой водой, на 100 мл от 1 до 7%. Такой тоник не только отшелушивает, но и устраняет комедоны. И плюс к этому следы от постакне, так как он является ингибитором процесса образования пигментации. Все перечисленные кислоты водорастворимы, соответственно, они эффективно работают на поверхности кожи. Не пропускайте этот важный этап очищения кожи. Важно не только очищать ее от косметики, от излишков сального выделения, но еще и от роговевших частичек кожи. И именно это очищение является важным этапом. Поддержание молодости. Кстати, не только лица. У нас есть еще и руки, и тело. Не забывайте об этом. Кстати, о теле. Так как все тело связано между собой. Мало заниматься только лицом. Осанка, даже количество зубов может давать отпечаток на внешности. Сюда относится любая асимметрия. Поэтому здесь в помощь специалисты. Ортодонт, остеопат. Они выявят нарушения и составят курс восстановления. Сейчас же мы поговорим с вами о том, что мы можем сделать сами в домашних условиях для себя. Без вреда, а только на пользу. Поговорим про мимические морщины. Они образуются в результате спазмов мышц. От перенапряжения. Их важно расслаблять. Нам нужно снять тонус с мышц, чтобы снизить выраженность мимических заломов. Если залом уже серьезный, и там происходит деформация дермы, здесь уже сложно будет работать. Но мы можем сделать максимум того, что в наших силах. Итак, чтобы снизить выраженность заломов, можно совмещать сразу расслабление мышц. Это будет массаж, который мы будем сочетать с лимфодренажным массажем, то есть снимающим отечность. Действовать мы будем по направлению лимфотока. Поднимается вверх, и дальше голову он обывает, и спускается вниз. Поэтому начинать мы будем со лба. Перед тем, как начать массаж, предварительно на руки и на тыльную сторону кисти наносим масло. Желательно нерафинированное, растительное, либо смесь. Например, ту сос-смесь с эффектом увлажнения, питательную, которую создавали с вами вместе, оно как раз-таки создано и вдохновлено этим массажем. Оно его дополняет. А также можно использовать алоэ-гель, если вы не хотите ощущения масляной текстуры. Видеорецепт создания алоэ-геля есть в бесплатном доступе. Ссылка будет в описании. А теперь точечно, мягко, надавливающими движениями с ослаблением нажатия у периферии лица. Двигаемся от середины лба к вискам, прорабатываем межбровное напряжение пульсирующими движениями. Чтобы разогреть и расслабить эту область, мягко, костяшками пальцев делаем круговые движения от центра к периферии, снимаем напряжение, спускаемся ниже к области век. Используем два больших пальца. Слегка надавливая от переносицы, двигаемся под бровью, захватывая нижнюю часть века, сгоняем лишнюю жидкость. Оставляем большие пальцы по сторонам спинки носа, пульсируем и дальше плотным движением через щеки к вискам и вниз по боковым частям шеи уводим, отводя лишнюю жидкость по лимфотоку. Спускаемся. Далее носогубки пульсируем 1-3-5 раз и далее через щеки уводим вниз, усиливая отток жидкости. Теперь снимаем отечность по контуру лица. Вниз по шее. Расслабляем шею. Мягко по боковым сторонам поглаживаем. И далее отводим всю застойную жидкость пульсирующими движениями над ключицами, под ними и уводим подмышку. Одного от трех подходов будет достаточно. И уже после первого будете ощущать легкость, которая появляется в лице, ощущение расслабленности, мимических мышц. И после такого релакса наносим уход, восстанавливаем, либо поддерживаем защитный липидный слой кожи в здоровом состоянии. Если вы дополнительно решаете какие-то дерматологические проблемы, в Испании купероз, крем может совмещать эти активы. Когда здорово защитная функция, проблем с кожей нет. Поэтому первое, что мы решаем, это восстановление липидного барьера. На мой взгляд, мы конструктивно с вами поговорили. Конечно, в одном видео все охватить просто физически невозможно. Поэтому пишите в комментариях, о чем вам хотелось бы узнать поподробнее. А если это будет в моей компетенции, я с удовольствием вам отвечу лично, либо сниму отдельное видео. А уже сейчас в этом видео вы получили комплекс систематизированной информации. Узнали о природном, гармоничном последовательности действий. Сэкономив при этом ваше время и финансы. Потому что вам не нужно ничего искать по крупицам. Все уже выстроено в цепочку, проверено из нескольких источников. И передано с уже применяемыми техниками, которые можно внедрить уже начиная с этого момента. Например, грамотные массажные техники, которые мало где в открытом доступе легко найти с подробными визуальными инструкциями. Поэтому, если вы внимательно слушали, у вас просто кладезь информации, конкретных действий, список компонентов, которые стоит избегать и которые нужно искать в составе для решения определенных задач. Вся та система, которую вы получили, я передаю вам ее абсолютно бесплатно. Она была мною собрана в течение нескольких лет. опробована и протестирована на себе. И я делюсь с вами только тем, что действительно дает результат. Все проверено на себе. Единственное, это будет требовать и ваших усилий, ваших действий, дисциплины. Надеюсь, мой труд вам полезен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!